Девушки отдыхают 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 Я хочу что-то такое интересное, качественное для наших зрителей преподнести. И у нас будет такой очень интересный тест на проверку себя. И от этого будет вытекать рекомендация, связанная с адаптацией. Но для начала хочется сказать, что после праздничных дней мы похожи на расслабленную пружину. Ну да. Если ее резко натянуть, то есть риск порвать эту пружину. И здесь возникает вопрос, а как именно ее натягивать? И у каждого свое свойство пружины и своя рекомендация. Здесь нужно определить, какая именно у вас пружина и как эту пружину нужно натягивать. Так вот, все, вот это натяжение пружины зависит от вашей нервной системы. Вам нужно узнать, вообще у вас нервная система сильная, слабая, подвижная, неподвижная. Как у вас вообще заложен процесс возбуждения и торможения. Но мы сейчас про это поговорим после теста. Значит, я предлагаю нашим... Не могу, вот вы пришли с подарками, а нам даже подарить-то нечего. А вы мне перед, перед, перед подарили, да? С ними шарф пока, да. Я предлагаю нашим зрителям взять... Спасибо. Заберете с собой? Но все равно он не нужен будет. Завтра уже все, последний у нас будет предновогодний эфир. Теперь у меня будет новый друг. Я предлагаю нашим зрителям взять листочек. На листочке начертить 6 равных квадратов. Взять в руки ручку. Возьмите листочек. Или карандашик. Лучше карандашик. Сейчас заждемся, когда все возьмут листочки. И начертят. Вы можете не сильно аккуратно, но тем не менее начертить. Значит, на весь тест у нас идет 30 секунд. Что мы будем делать? Вы начнете действовать с первого квадрата. Когда я скажу начали, вы начинаете просто быстро ставить точки в этом квадрате. Когда я говорю, перешли на следующий, вы переходите на следующий квадрат. И так до шестого квадрата. Итак, готовы? У нас за нормальных посчитают, да? А я, да, диагноз вам поставлю. Готовы? Да. Зрители, готовы? Итак, начали. Переходим на следующий. На следующий. На следующий. На следующий. Максимально быстро стараемся поставить. На следующий. На следующий. Мне кажется, вы издеваетесь, да? И закончили. И сейчас самое интересное будет нашим зрителям и вам после эфира уже нужно будет посчитать количество точек. В каждом квадрате. Чтобы мы на это время с вами не тратили, это тратит такое большое количество времени. Я предлагаю взглянуть нам на слайд. Я там приготовила примеры. Там у нас представлен график. Зрителям нужно будет нарисовать две прямые, оси Х и У. По оси Х нужно будет отмерить равные отрезки по 10 баллов. Ну, максимум до 50, потому что больше точек у вас точно не получилось в квадрате. А по оси У тоже равные отрезки. Шесть равных отрезок. Количество квадратов. Ну и на пересечении, соответственно, вы ставите точки. Да? Потом между собой соединяете по прямой. И здесь уже можно говорить о результатах. Когда зрители это сделают, вы можете вот по примеру посмотреть результат. Вот смотрим на средний график. Здесь мы смотрим, идет начало, да, некого процесса, идет пик. И затем завершение. Мы говорим о том, что если мы говорим про сильную нервную систему, то на среднем графике вот как раз отображается сильная нормальная нервная система. Когда перед человеком стоит некая задача, включается... Да не видно просто ничего. Включается процесс возбуждения, человек выполняет задачу на пике, потом включается процесс торможения, человек отпускает поставленную задачу и переключается. То есть в последнем квадрате меньше точек, да, чем в первом? Да, да. Это нормальная работа нервной системы, когда мы начинаем с деятельности. А если больше? Вот. Если мы говорим про верхний и нижний график, то мы говорим про слабость переключения нервной системы. Верхний график говорит о том, что человек перед поставленной задачей начал некую деятельность, но не умеет переключаться. И здесь есть риск, если у вас получился такой график, как на верхний, верхний график, то есть риск просто выгореть. И человеку нужно об этом знать и вовремя давать себе возможность отдохнуть. Для работодателя это удобный очень человек, да, но есть риск того, что человек просто будет соматическим и периодически уходить на больничный, да. На собеседовании, вот мое резюме, не надо резюме. Да, делай точки. Тыкайте. Вот. Нижний график говорит о том, что человек при поставленной задаче начинает резко в нее якобы включаться, но затем активность его резко падает и вот как раз говорит о выраженной слабой нервной системе. И вот что вам это дает? Глядя на этот график, вы должны понимать свои индивидуальные особенности. Нервную систему не переделать. Это вопрос как раз адаптации. Если средний график, человек с сильной нервной системой очень быстро адаптируется к рабочему процессу, то график, который выше и ниже представлен, да, это слабая нервная система, и человеку нужно время, нужно знать об этом и заботиться о себе для того, чтобы вы, когда выйдете в рабочий, войдете в рабочий процесс, не ушли в соматику, не заболели. По-другому говоря, на работу нужно выходить не встав из-за стола, да, если у тебя слабая нервная система, а подготовиться день-два. А вот что касаемо той работы, которая осталась с прошлого года, ну или вообще перед отпуском, например, нужно ли закрывать все грехи, чтобы потом выходить после... Или отпустить это. Да, чтобы выходить после каникул, уже чтобы было чистое, да, у тебя поле для работы, или все-таки стоит оставить что-то? Слушайте, ну идеально, идеально, конечно, все закрыть, да, и уйти, и оставить в том году то, что мы не доделали, либо доделать. Закрыть, о, и уйти. Да, но здесь мы все-таки ориентируемся на работодателя и на цели, которые ставит перед нами компания, и, да. Лучше и не скажешь. Идеально, чтобы цели эти соответствовали нашим внутренним мотивам. Оксаночка, вы любите свою работу? Очень. Мы тоже ее любим, вот поэтому мы и собираемся здесь. Надеемся, что каждый зритель, который смотрит нашу программу, сейчас даже если вы временно не работоспособны, или находитесь в декретном отпуске, желаете поскорее выйти и занять свое любимое место той самой работой, которую вам выбрала ваша судьба.